Доброе утро, дорогие! Доброе утро, дорогие! Население Амурской области на эту меру поддержки выделено 35 миллионов. Это правда. Между прочим, в этом году заявки уже подали по этой госпрограмме 446 семей. Вот это да, скажу я. Это да, а жилье все дорожает и дорожает. Это правда. Максимум знаешь сколько? Какой? Продавали квадрат за 150 тысяч рублей. Ох, непросто, конечно, живется сейчас с молодым семьям, тем более, поэтому поддержка им очень нужна. Ну а нам в программе «Наше утро» необходим анонс. Сегодня вместе с нашим журналистом отправимся в дальний полет по области спасать человеческие жизни. Наши гости расскажут, как и когда Благовещенск превратится в театральную площадку. А вот другая гость и объяснит, чему будут учить молодое поколение в Чеховке и есть ли от таких мастер-классов толк. Узнаем, что со дна моря поднимают на Камчатке и вообще обсудим, что там у соседей происходит. Напомним, кто из амурчан в 2004 году голодал и зачем в Тамбовском районе в озеро закачивали воздух. Будет сегодня прогноз от астролога и рекомендации от нумеролога. Прямо же сейчас предлагаем вновь окунуться в основные события Амурской области. И как всегда, не переключайтесь, очень скоро мы продолжим. Амурская область Не хватает нерва. Это правда. Перенеси лучше вот это вот все на другой день. А сегодня только мир и дзен. Да. Что еще сегодня не стоит делать, расскажет нумеролог Айсул Ахимова. С Нового года каждое утро мы начинаем с ее рекомендаций. Друзья, приветствую вас на календаре 19 марта 2021 года. Цифра дня по нумерологии 18, цветня во всех белых, кремовых, молочных и перламутровых тонах. Число удачи сегодня девятка. В главных плюсах дня можно точно выделить логику и внимание ко всему происходящему вокруг. При этом минусы дня несут к клевету и категоричные суждения. Очень также часто бывают такие дни, мы обижаемся на близких, поскольку где-то иногда, может быть, и сами не сдержаны в словах, и где-то иногда они бывают чересчур користичны по отношению к нам. Будьте более снисходительны друг к другу и постарайтесь все-таки в этот день не затевать сложных спорных разговоров и пояснений отношений. В основе этого дня внимание ко всему сказанному вслуху. В вопросах красоты и фитнеса полезен уход за телом, а также можно сделать маникюр. В отношении здоровья уязвимы почки, а также органы зрения и слуха. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, хотела бы сказать, используйте максимум рационализма в своих решениях и избегайте сегодня импульсивных трат. Всего вам самого наилучшего, замечательных выходных, хорошего настроения, оптимизма в душе. А мы с вами услышимся и увидимся в понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Актуально. Многие говорят, что они совы, кто-то страдает бессонницей. Имейте в виду, что взрослому человеку нужно спать 7-8 часов в сутки. И желательно, причем ложиться обязательно до 11 часов спать. Это важно. Серьезно? Ну да. Поэтому подожди со сном. Ладно, я до 11 потерплю, как минимум. Кстати, друзья, следующий праздник, который хотелось бы обсудить, Международный день клиента. В мире, конечно, существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из принадлежности к той или иной социальной группе. Вот День пенсионера, День босса, День влюбленной. А этот день придумали в 2010 году. Точнее, первый раз отметили. Отметили 19 марта в 2010 году. Знаешь кто? Кто? Предприниматели. А вот это вот самое ценное международное. Из России и Литвы. Вот так вот. Удивительно. В общем, это хорошо, что для предпринимателей клиент стоит на первом месте. Я, как русский литовец, абсолютно с тобой согласен. Ну вот, вот и соединили. А День моряка-подводника, как вам? Ой, это вообще сложно. Это далеко, конечно, от нас. Но тем не менее, есть же у нас моряки-подводники. Наверняка и среди наших зрителей они есть. Поэтому поздравляем вас от всей души. Вам всегда спокойного, приятного и теплого, желательного моря. Абсолютно. Да, на самом деле, это еще не все праздники, которые мы хотели бы обсудить. Но я предлагаю прямо сейчас вернуться на нашу амурскую землю и вспомнить самые яркие события, которые случались в этот день в Прямури. Прошу. Продолжение следует. 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 Игрушек много не бывает. Выставку-конкурс с таким названием открыли в Магадане. Жюри обратит внимание на качество исполнения, оригинальность произведений. Народные умельцы принесли игрушки из глины, текстиля, шерсти, а также авторские куклы. Многие работы выполнены представителями коренных малочисленных народов. Во Владивостоке отпраздновали Масленицу. На главной площади города собрались несколько тысяч человек. Состязались в метании валенка, боях подушками, влезали за подарками на столб. Всего было организовано более 20 интерактивных площадок. В честь праздника весны для приморцев устроили концерт. Выступали вокальные и хореографические ансамбли. Зрителей развлекали показательными номерами на лошадях. На Сахалине разыграли суперкубок «Хоккей в валенках». Состязание организовали в рамках проекта «Хоккей против подворотни». Участие приняли пять семейных детсадовских команд из разных районов области. Дети и взрослые играли без коньков. В ворота противников забивали не шайбы, а мячи. Победители и призеров наградили кубками и медалями. Впервые в истории состязаний по лову корюшки камчатские рыбаки не дождались добычи. Рано утром они собрались на озере Нерпичьем в Усть-Камчатском районе. В состязании участвовали более 200 человек. Прождав два часа, соревнующиеся только развели руками. Рыбы нет. Главный приз – снегоход остался у организаторов. В провале конкурса местные обвиняли браконьеров. Жители Бурятии были возмущены дрифтом на Байкале. В соцсетях появилось видео от Даниила Иванова. Мастер спорта международного класса дрифтовал на льду Байкала. Красивое видео собрало не только восторженные отзывы. Жители региона засыпали комментариями в духе «оставьте Байкал в покое», «таких надо штрафовать», «Байкал – это святое» и тому подобное. Дорогие друзья, вот температурный график все медленнее-медленнее ползет вверх. Не знаю, почему медленнее, но все-таки пытается выйти в плюсы в настоящие. А пока эта неделя с плюсом один днем и минусом семью ночью заканчивается. Потепление впереди. Дал, конечно, свой прогноз, а теперь давайте посмотрим настоящий прогноз погоды. В Чеховке, если кто-то не знает, это библиотека имени Чехова в Благовещенске, молодежь научат создавать социальные проекты. А вот какие проекты и как на них можно будет получить грант, расскажет наша гостья Александра Бородина, директор муниципальной библиотечной системы. Утро доброе. Доброе утро. Здравствуйте. Самое приятное, Влада с ней сказал, что можно будет получить на реализацию своего проекта, между прочим, до 2,5 миллионов рублей. Я уверена, сейчас зрители все во внимание. 2,5 миллиона – это хорошая цифра для того, чтобы сделать что-то, какой-то потрясающий проект и запомниться всему городу. Правда, Саша? Да, я думаю, что это хорошая возможность свою идею реализовать. Именно этому мы и планируем научить молодежь на нашем интенсиве. Мы еще записываем ребят, поэтому если кто-то желает поучаствовать, вперед в социальную сеть Инстаграм, пишите нам на Чеховку, пишите нам в библиотеке Благ, пишите в отдел молодежи управления администрацией города Благовещенск. Поэтому мы активно вместе с ними взаимодействуем и такой интенсив для ребят проводим. Ну, немножечко предыстории, да, откуда? Да, давайте вот действительно, я хотела как раз спросить, вы же сами совсем недавно писали свой грантовый проект, кажется, вот на Тавриде это было, и защищали его, и выиграли средства для того, чтобы реализовать вот этот уже проект, да? Да, это вот хочется показать ребятам, что их идеи, они реальные для воплощения. В октябре прошлого года участвовала во Всероссийском форуме Таврида, очень насыщенная у нас была программа, и удалось поучаствовать в грантовом конкурсе Росмолодежи. И защитив проект, да, немножко его переработав там, с экспертами пообщавшись, получилось привлечь 158 тысяч на реализацию этого проекта в наш город Благовещенск. И вот в этом месяце мы проведем этот интенсив как раз на эти средства. Что важно, чтобы ребята понимали, что они вот очень идейные у нас, креативные, они приходят к нам в библиотеки, в Чеховке, да, очень много таких ребят, и они должны знать, что их идеи могут быть поддержаны. Именно это мы научим на интенсиве, расскажем про проектные технологии, расскажем о том, как правильно ставить цели, задачи, какие, да, методы использовать, как правильно проработать календарный план, смету. Ну, это все очень важно для того, чтобы проект набрал то количество баллов, да, и дальше уже побеждал и приносил пользу нашему городу и был реализован. Это супер важная вещь. На самом деле, сейчас, услышав все то, что вы перечислили, многие подумают, боже, как это сложно. Да, наверняка кого-то отпугнет вот это, что это же не просто сделать проект, надо его реализовать, надо отчитаться, насколько я понимаю. И на этом этапе, конечно, многие уже опускают руки. Вот как сделать, чтобы не опустить, чтобы дойти до конца, довести проект? Есть какие-то секреты, Саша? Ну, мне кажется, не стоит, во-первых, бояться. Главное, это та идея, та мысль, та, я не знаю, так скажем, вспышка, да, с которой вы идете, и то, что вы хотите сделать, да, подарить городу, подарить, может быть, своему окружению, может быть, какой-то спектакль поставить интересный, может быть, организовать какую-то студию 3D-моделирования, еще что-то. С этой идеей нужно гореть. И тогда, мне кажется, все вот эти, ну, такие бюрократические, да, какие-то моменты, они уходят на второй план. И когда есть команда, потому что ты же не один реализовываешь этот проект, а команда, те ребята, которые вместе с тобой, те, кто тебе помогают, тогда не страшно, и тогда можно это делать. Мы готовы, как библиотечная система, помогать, мы ждем всех ребят с интересными проектами, идеями к нам, и обязательно к тем, кто придут, мы научим их заполнять заявку по форуме АИС молодежи, для того, чтобы, да, они могли уже после интенсива свой проект взять, загрузить на сайт в интернет и подать на конкурс Росмолодежи, который проводится до 7 апреля. Все идеи мы планируем тоже аккумулировать в такую нашу копилку, да, и с этими ребятами в дальнейшем уже взаимодействовать, потому что, ну, самое главное, что решает все, это кадры. А кадры молодые, у которых есть свежие идеи. Давайте сейчас немножко отсечем такую молодежь, как я, которая тоже идейная, тоже идейная молодежь. Какое возрастное ограничение? От какого возраста? Возрастные ограничения для нашего интенсива от 16 до 35 лет, вот, но в команду могут входить абсолютно все, да, вот именно, так скажем, и взрослые, мудрые, опытные, поэтому здесь нет ограничения. Ой, как здорово, у молодежи есть варианты здесь, да, вы горите идеями более опытными. Привлекать, опытом делятся. Они, собственно, ведут всю эту документацию. Поэтому это очень удобно, и самое главное, да, что понять, что идея, она может и может быть осуществима. Вот это хочется донести в первую очередь до ребят, потому что, когда они приходят к нам в библиотеке, мы видим их глаза, мы видим, что они хотят проводить спектакли, концерты, выставки, но не хватает ресурсов. А грантовые конкурсы, они дают эту возможность, эту ресурсную базу пополнить и реализовать себя. Александра, важный вопрос, до какого времени еще можно подать заявки? Потому что наверняка кто-то сейчас впервые услышал. Заявки принимаем до 22 марта, но если, например, будут желающие, кто напишет 23-го и 24-го, мы как бы готовы. Да, потому что нам важно, чтобы этот интенсив был полезен и именно принес пользу молодежи для того, чтобы они свои проекты реализовали. Я, с вашего позволения, прямо сейчас для тех, кто собирается на этот интенсив записаться, я продиктую номера телефонов. Будьте внимательны. 51-55-09, 37-58-65. 51-55-09, 37-58-65. Это в том случае, если вопросы какие-то еще появятся, на которые, возможно, Александр в рамках нашего эфира не ответит. Саша, очень важный момент, сколько будет длиться обучение, в какое время, потому что мы понимаем, что ребята наверняка учатся, заняты, и насколько это будет комфортно. Мы постарались учесть все эти моменты. Обучение у нас проходить будет два дня. Первый день это такой теоретический, где мы будем рассказывать ребятам о самих грантовых конкурсах и Росмолодежи, и муниципальных различных конкурсов, потому что они тоже есть. Здесь расскажем им про цели полагания, про проектные технологии. Здесь нам большую помощь оказывает ресурсный центр поддержки НКО Общественная палата Амурской области, поэтому очень хорошая информация такая будет, достаточно глубокая, проработанная. На следующий день мы уже их идеи, проекты проведем, так называемую, вертушку, где они смогут пообщаться с экспертами и доработать свои идеи, привести их цели, задачи, выровнять, так скажем, под заявку именно АИС Молодежи, для того, чтобы дальше подавать. Планируем для того, чтобы молодежи было удобно с 14.00 до 18.00, потому что мы понимаем, что есть учебный процесс, который никто не отменял, и вот стараемся тоже, чтобы всем было комфортно. Я так понимаю, что действительно проводится это все с целью того, чтобы увеличить шансы у ребят, если заявка правильно заполнена, мы сами понимаем, что шансы сразу в разы увеличиваются. Увеличить шансы на реализацию своих идей. И познакомить, возможно, с экспертами, которые в дальнейшем смогут оказать какую-то помощь и теоретическую, и подготовить письма поддержки. Потому что это тоже очень важно. Например, если твой проект поддерживает и ресурсный центр, либо библиотечная система, и дает доказательства к твоему проекту письмо поддержки, конечно, шансы возрастают. И мы готовы на это, поэтому всех приглашаем к нам на интенсивность. Александр, спасибо вам большое за такой проект, правда. Я уверена, что будут достойные идеи и обязательно найдут свое воплощение. Спасибо вам. Доброго утра. А мы продолжаем. Тем более прямо сейчас мы хотим познакомить вас с событиями, произошедшими в Амурской области. Новости в нашем утре. Как всегда, увидимся через 10 минут. А у нас сегодня космические новости прилетели. Я уверена, что вы все знаете, что должен состояться вскоре запуск, первый запуск в этом году с космодрома Восточный. И это действительно для нас такая новость приятная. Да, наш телеканал, как обычно, покажется в прямом эфире благодаря Роскосмосу. Запуск, кстати, запланирован на 11.47. Вот такая точность космическая абсолютно. Это важно, это очень важно. И дату, самое главное, 25 марта. Вообще должен был состояться этот запуск 25 февраля, потом мы принесли на 25 марта. Надеюсь, что дальнейших переносов не будет, все будет по плану, четко и вовремя. Ну а прямо сейчас советы от звезд. Естественно, традиционный гороскоп. Увны. Сегодня придется отбиваться от лишних советов, чтобы обрести твердую почву под ногами. Вы способны на многое, но окружающие достают норовоучение. В семейной жизни откажитесь от эмоционального восприятия ситуации. Тельцы. Вы не против мелких и скучных заданий. Наоборот, постарайтесь вникнуть в суть всего, что делаете с энтузиазмом. Главное, чтобы вас не отвлекали по пустякам. Общение с друзьями пройдет на добром уровне. Близнецы. Если вы возьмете на себя чересчур много, то получите мало. Точнее, реализация важных проектов застопорится. Отличный день для обучения, причем разного рода занятий. Раки. Звезды предсказывают интересный и выгодный шоппинг. Акцентируйтесь на презентах для близких людей. Успешно разрешатся имущественные и юридические вопросы. Но к советам опытных людей прислушивайтесь. Львы. Если вы прекратите смотреть на мир пасмурно и грозно, то этот день проведете великолепно. Вам нужно сменить гнев на милость, стать миролюбивее и спокойнее. Не сорите деньгами, их не так уж много в кошельке. Девы. Сегодня вы будете напоминать всадника, но с умной головой. Вы сможете решить и воплотить в жизнь все задуманное. Идеями и деньгами не разбрасывайтесь. Для начала найдите единомышленников. Весы. Сегодня вам пора браться за новые и масштабные проекты. Главное, не оглядываться назад и не топтаться на месте. Только движение вперед поможет достичь цели. Скорпионы. Настроение такое – мир перевернуть и вознестись на Олимп. Но днем планы придется перекраивать за минуту. Не мешает найти еще одну работу. Финансовая сфера ниже среднего. Стрельцы. Никто не сможет сбить вас с пути. Все замечают, что оптимизма и реалистичности вам не занимать. Это поможет в финансовых делах и даже откроет новые источники дохода. Козероги. Вдруг осознаете, что количество друзей равно количеству неприятностей. Вы сможете половину противников победить своим непомерным интеллектом и богатым опытом. События в семье могут сбить с ровной дороги. Водолей. День великих идей и интуитивных подсказок. Не принимайтесь за дела, если мысли путаются. Судьба подкинет парочку интересных планов. Хватайтесь за них уверенно. На критику реагируйте ровно. Не показывайте эмоций и гнева. Рыбы. Вам понадобится творческий подход ко всему, без задержек и сомнений. Если кто-то полезет с советами, то смиритесь и выслушайте. Будьте полны энтузиазма и желания выразить свои мысли. На следующей неделе Благовещенск превратится в город театральный. В областной столице пройдет театральный фестиваль. Что можно будет посмотреть и кто будет судить игру актеров, расскажут наши гости Людмила Мицай, художественный руководитель городского дома культуры. Доброе утро. Доброе утро, Людмила. Я уверена, что у театралов утро всегда какое-то яркое. Ну, конечно. Я считаю, люди особой касты театралы. Это люди-врачеватели душ. То есть они исследуют души и показывают нам результат этого исследования. И чудесным образом возникает какая-то связь, когда ты сидишь в зале и ловишь эти эмоции. В общем, это великое чудо, которое люди никогда не устанут исследовать. Есть какой-то традиционный способ начала утра, чтобы в отличном настроении пойти. Да, конечно. Театральный такой. У каждого слой. Все понятно. У каждого слой, да. Кто-то распевается, разговаривается. Наверное. У кого-то какие-то еще другие виталы. Я просто просыпаюсь и улыбаюсь сам себе. Правда? Не всегда помогает, но я пытаюсь. Говорите при этом «Моя прелесть». Смотрите в зеркало и говорите «Моя прелесть». Есть любое дело. Не будем дальше в эту тему гублять. Даже знаю, что подсмотрели в Голливуде. Это точно. Вот смотрите, действительно важная тема. 12-й год уже проводится вот этот фестиваль. И я уверена, что за 12 лет, конечно, театралов заядлых и вот людей, которые с удовольствием выходят на сцену, их стало больше. Так это? Да. Во-первых, если позволите, я вас поправлю, потому что так сложилось, что театральный фестиваль делали не каждый год. То есть было принято решение делать через определенные промежутки времени, потому что изначально это был конкурс, фестиваль, вернее, городской. И так как в городе все-таки ограниченное количество коллективов, им нужно было дать возможность подготовиться к этому фестивалю. И, как ни странно, да, первый фестиваль прошел в 1995 году. Ого! Да, было около 10 участников всего. А в этом году… То есть по факту ему больше лет. Однозначно. Ну, по факту, да, если брать годы подготовки. Сколько сейчас участников? Если тогда было около 10 коллективов, то сейчас у нас 27 спектаклей заявлено от 24 коллективов. Вот это да. Да, при этом… Это детские, взрослые коллективы, любительские, профессиональные. Как это? По возрасту вообще не ограничено. У нас самому младшему участнику, получается, в заявке указывают возраст актеров, состав коллектива, самому младшему 4 года, самому старшему 72, если я не ошибаюсь. Четырехлетний актер есть? Как это да, да, да. Нет, 72-летний – это нам новое. Конечно. Даже 99-летний, но четырехлетний. Да, вы знаете, мне удалось, посчастливилось посотрудничать с театром студии «Гримм», с Ольгой Зориной, и должна сказать, что там у нее есть детки четырех лет, причем вот детки, их уже и не назовешь. Это ребенок, который понимает, что от него требуется на сцене. Да, то есть ребенок, который стоически переносит репетиции, следит за событием и вовремя в него включается. То есть вот такое чудо удалось наблюдать. Слушайте, это правда здорово, здорово, что возраст такой разный, да, и что все могут друг у друга учиться при этом. Вообще в рамках фестиваля они учатся действительно в многом? Конечно. То есть в этом году у нас удивительным образом сложилось так, что коронавирус наложил, конечно, отпечаток и на ход фестиваля, и мы его проводим изначально в режиме онлайн. Но вот эти вот минусы по пандемической ситуации дали в итоге знак плюс, потому что, во-первых, присоединилось очень много коллективов, а во-вторых, мы сильно расширили географию конкурса. Вот, кстати, о географии. Откуда коллективы? Коллективы разные. Прислали очень серьезные работы детские театральные коллективы из Санкт-Петербурга, из Барнаула, из Казани, Владивостока. То есть получается у нас география расширилась от востока до севера, если брать Петербург как северный город. То есть вот от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но, конечно, самое ценное, что наши коллективы с удовольствием присоединяются к этому процессу. Потому что в рамках, вот вы говорите, учатся друг у друга, в рамках фестиваля пройдут еще мастер-классы, которые дадут члены жюри для желающих. И вот как раз на этих мастер-классах очень серьезный делается задел. А кто в жюри? Кто в жюри и что за мастер-классы? Вот нам это интересно. В жюри. Так как в жюри люди очень такие мастера, профессионалы своего дела и люди, с которыми мы давно сотрудничаем и относимся с уважением. Поэтому можно, чтобы не ошибиться, зачитаю не только, как их зовут, но и их должности и звания. Председатель жюри Сергей Викторович Листопадов. Это доцент кафедры режиссура актерского мастерства и сценической речи Хабаровского государственного института культуры. При этом он режиссер Хабаровского театра драмы. Лидия Николаевна Амплиенкова, заместитель начальника управления культуры Благовещенска. Она тоже заслуженный работник культуры Российской Федерации. Заслуженная артистка Амурской области Грачева Елена Юрьевна. Заслуженный артист России Рогалев Юрий Владимирович. И директор Амурского областного театра кукол Лидия Викторовна Потемкина. Замечательные люди. Они все с большим удовольствием, даже удовольствие не то, они с энтузиазмом делятся тем мастерством и опытом, который у них есть, с теми, кто желает его получить. И получается иногда очень такой ценный альянс. А какие будут вообще темы мастер-классов, чему будут обучать профессионалы? Темы мастер-классов я тоже прям могу рассказать. Мы понимаем, что этим людям есть чем поделиться, но что именно? Для кого? Какой разбросок? Вот смотрите, у Сергея Викторовича Листопадов проводит несколько мастер-классов. Он проводит актерский тренинг и мастер-класс, актерский тренинг, тренер... Тренинг, да-да-да. Листопадов проводит актерский тренинг, проводит тренинг по режиссуре. И еще у него есть мастер-класс, который называется «Работа над эскизом спектакля». Возможно, это покажется людям со стороны, что это не очень важно для тех трех дней, в которые мы ограничены по времени. Но на самом деле приведу такой пример. Недавно разговариваю с Екатериной Набокой, руководителем театральной студии «Этюд» городского Дома культуры. И говорю, ты удивительным образом придумала в своей новой постановке какие-то вот такие конструкции больших деревянных столов, которые они составляют походу, и они у них служат и столами, и вешалками, и кораблями, и арками в Москве. И она говорит, а вы знаете, Листопадов на прошлом фестивале подсказал. Он сказал, когда вы планируете пьесу, вы обязательно спланируете сценографию. Тогда вам проще будет выстраивать действия. То есть проще будет цепляться за циническое пространство, и актерам будет от этого удобнее. Так что вот это, как бы... Ну, конечно, это крайне ценные информации, крайне ценные мастер-классы. Я уверена, что после этого фестиваля, после всего этого обучения у нас еще больше желающих будет. Ну, вы знаете, это будет. Наверняка заниматься театрами. Потому что к тому и стремимся. Вот фестиваль у нас стал открытым с прошлого, 11-го. Тогда как раз был год театра. Это был 2019 год. Заключительное мероприятие называлось «Мы, дети, мельпомены». Прошло оно в театре драмы. И было вручено более 20 наград за вот по итогам этого фестиваля. И тогда вот уже был удивительным тот процесс, что присоединяется к фестивалю много народу. И вот Сергей Викторович Листопадов, он сам из Хабаровска. И будучи тут у нас в Благовещенске первый раз в 2019 году, он удивился количеству и разнообразию жанровому театральных коллектив, которые у нас существуют. К сожалению, мы тоже ограничены, как и фестиваль, хрометражу. Вот он, да. Да, разговаривать можно часами об этом замечательном действии. Ну, я уверена, что у Благовещенцев… Давайте только скажем, когда. Да. Когда. Вот проходит фестиваль с 10 марта, с 10, вернее, февраля по 9 марта. Это ход фестиваля, когда собирали все заявки онлайн. Но, к счастью, нам подарена такая возможность собраться еще оффлайн. И провести вот эти мастер-классы, пообщаться с руководителями и участниками коллективов, конечно, с поправкой на ограничения. То есть, что нам позволит ситуация? Так мы в эти дни и сделаем. Пройдет это все с 22 по 24 марта. Но итоги будут на Амурском областном телевидении транслироваться на ОТР и Амурском областном 27 марта, в День театра. В общем, все могут познакомиться, увидеть, как проходил фестиваль. Вам спасибо огромное, удачного проведения и удачи всем участникам. Всего доброго, спасибо. До новых встреч. Трех амурчан с инсультом 12 марта санавиацией доставили в областную клиническую больницу. Это был уже 55-й в этом году вылет врачей Центра медицины катастроф в отдаленные районы Преамурья. Практически каждый день им приходится бороться за жизни людей, находясь на высоте. Съемочная группа Амурского областного телевидения провела один день с бригадой медиков. О том, как работает региональная санитарная авиация, в материале Ольги Сысой. Здание Благовещенского аэропорта и разметка взлетной полосы для медиков Амурской санавиации – картина привычная. Вылеты к тяжелым больным или в труднодоступные населенные пункты Преамурья они совершают ежедневно. Чаще всего вылетают в Зею, Тынду и Кимчан, Архару. В этот раз бригаду ждали в городе Сковородино. В салоне специализированного вертолета Ми-8 размещен целый медицинский модуль. Врачи могут поддерживать здесь даже критических пациентов. Он оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорожденных. Все это позволяет проводить интенсивную терапию уже во время полета. Путь из Благовещенска до места назначения занимает около двух с половиной часов. Но прежде вертолет садится на дозаправку в аэропорту Зеи. Анастасия Шишлов санавиации уже 10 лет. Она фельдшер. Рассказывает, за это время уже облетела весь север Преамурья. Главная ее задача – мониторинг за состоянием больных во время полета. Мы прилетаем в больницу сначала, смотрим больного, смотрим на его состояние, историю болезни, чем человек болел. Оцениваем состояние. Если нужно что-то в дорогу ему уколоть, колем. И все. Едем на борт, садимся и летим в больницу. Уже специализированное в отделение, в областную клиническую больницу. То есть там РСЦ, кардиология, нейрохирургия, ну еще там много профилей. Анастасия Шишлов работала в паре с врачом-анестезиологом Максимом Гридневым. В санавиации он трудится 3,5 года. В медицину «Катастроф» пришел работать сразу по окончанию Амурской медакадемии. Однажды, рассказывает медик, его бригада забрала пациентов сразу из 4 населенных пунктов. Именно Максим принимает важное решение, если на высоте происходит экстренная ситуация. Ну, бывают тяжелые случаи, тяжелые пациенты. Некоторые пациенты требуют искусственной вентиляции. Таких пациентов очень тяжело транспортировать у них. Бывает необходима аппаратная поддержка, то есть дозатор, тщательный мониторинг. То есть на все больные стабильные сознания. Бывают больные тяжелые в комнате. В Сковородине бригада медиков направляется в центральную районную больницу. Там три пациента с инсультом, двое из которых в тяжелом состоянии. После тщательного осмотра лежачих больных готовят транспортировки на борт. В Сковородинской больнице обслуживает больше 26 тысяч человек. В прошлом году помощь санавиации здесь понадобилась 73 пациентам, среди которых была и Татьяна Орлова. В 2018 году, вспоминает женщина, у нее начались проблемы с сердцем. Поначалу, говорит Амурчанка, она не придала этому должного внимания, но дальше было только хуже. В итоге местный кардиолог назначил женщине операцию. Она была запланирована на апрель 2020 года. Но в марте сердце Татьяны Игоревны не выдержала тяжелейший инсульт. Последние воспоминания, рассказывает Татьяна, как держала капельницу на борту вертолета санавиации. Я помню, что я держала вот эту вот капельницу, с которой мне капали. Молодой человек, сопровождающий, сидел от меня, не отходил. Хотя, помимо меня, еще были больные. Но он был около меня и всегда смотрел, щупал пульс, смотрел, как что. По прилету благовещен сразу на скорую помощь, и меня сразу обработав и в операционную. И как после три дня я была в реанимации, и потом мне вот, как врач сказала, что еще бы минут 30 задержись в вертолет, меня бы уже не вытянули. Пациентам нужна специализированная помощь. Пациентам с ОКС-синдромом нужно выполнение ангиографии. Если требуется, это стентирование, которое делается в сосудистом центре, а именно в городе Благовещенске. Также у нас пациенты бывают с отчетными травмами после дорожного происшествия, где нужна нейрохирургическая помощь. Это операции, допустим, на головном мозге, тазобедренных суставах, ну, как бы вот более такое вот тяжелое. С прошлого года медики территориального центра медицины катастроф выполнили почти 360 вылетов. За это время ими было эвакуировано в больнице региона около сотни амурчан, нуждающихся в экстренной медпомощи. Ольга Сысоя, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Я вновь поймал себя на отличной мысли. Какой? Которая поднимает настроение не только мне, но и всем людям, у которых рабочий график с понедельника по пятницу. Все? Пятница? Ну, подожди, это для тебя все пятница, а людям еще целый день, между прочим, работать. Мы надеемся, что мы как-то вот вас смогли энергетически зарядить, и эта пятница будет очень плодотворной, и вечер будет замечательный, правда? Мы вам этого и желаем. Всей души. Все, да, Евгения Монакова, Влада Снедонис, пока-пока, пятница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова